Всем привет, с вами Букреев и Юми Диджи объявили розыгрыши 5 флагманских смартфонов серии Z2 Pro, процессор Helio P60, 6 гигов оперативной памяти и 128 гигов встроенной памяти. Еще разыграют беспроводную зарядку 15BT с керамическим корпусом и готовы подарить пользователям 5 новых эксклюзивных моделей бесплатно. Участвуйте сейчас, чтобы быть одним из первых 5 счастливчиков, ссылочка будет в описании. Но подождите, это еще не все, хотите что-то приобрести уже сейчас, но не хватает денег. Компания веселится на широкую ногу и запустила в предзаказы смартфоны из новой серии Юми Диджи One от 8000 рублей. Для любителей компактных смартфонов с диагональю 5,9 и размером 5,2 дюйма аппарат Юми Диджи One Pro, как вы и просили, с NFC, беспроводной зарядкой 15BT и что необычное, практично боковой сканер отпечатка пальцев и двойной стереодинамик. Boombox просто у вас в кармане. Чтобы предоставить пользователям более доступную цену, компания даже решила сократить прибыль розничного продавца и сделать более выгодное предложение для нас, покупателей. Девайс уже доступен к предзаказу в официальном магазине Юми Диджи на Алиэкспресс. Цены снижены всего на неделю до 12 августа. Много блеска, много эксклюзива и доступная цена Юми Диджи на волне. Кликайте, ссылочка будет в описании к этому видео. Всем привет, я Букреев и три недели назад я вернулся в своего свадебного трехнедельного путешествия по Европе. Да ладно! И в своем инстаграме я спрашивал вас, хотите ли, чтобы я свое мнение какое-то выразил по поводу Европы. Вы сказали, да, окей, и поэтому сегодня я буду очень много махать руками, очень много разговаривать, поэтому усаживайтесь поудобнее. Но хочу вас предупредить, что в этом видео не будет никакой объективности, только мое субъективное мнение, только мое субъективное впечатление, как я это все увидел. Вообще Европу, по крайней мере в Украине, очень часто ставят в пример. В пример дорожно-транспортная система, система медицины, образования, система ресторанного бизнеса, обслуживания и так далее. Ну, мы же в Европу идем, все дела. Я, конечно же, с точки зрения просто обычного туриста, все эти аспекты не смогу судить, не смогу о них говорить, но что-то я для себя подчеркнул и надеюсь, что вам будет интересно. Если да, то поставьте лайк, поддержите меня, тем более у нас сегодня новый формат, белая стена и очень красивый букреев сегодня, очень подготовился. Кстати, в течение одного часа после выхода этого видео я буду отвечать на все ваши комментарии, так что пишите ваши вопросы и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы в следующий раз такую акцию не пропустить, успеть задать вопрос, пообщаться со мной. Буду в течение часа стараться ответить всем-всем-всем. Не знаю почему, но в моем сознании сформировался образ чистой Европы, потому что там не мусорят. Например, у нас в стране, я жил в разных городах, Виннице, Киеве, Одессе, но вот если я еду за рулем, я каждый раз вижу, как какой-то человек курит в машине и просто окурочек выбрасывает из окна. Главное, чтобы не в машине было грязно, а туда. Или, например, где-нибудь возле метро или остановки спокойненько может человек докурить сигаретку, бросит ножичкой вот так шух-шух-шух и все, хотя мусорник в пяти шагах, то есть это сплошь и рядом, это постоянно, это плохо. И если честно, когда я приехал в Европу, я не ожидал этого увидеть, но в Риме, Париже, Лиссабоне это везде происходит то же самое. Они также курят в машине и выкидывают окурок в окно. Но это постоянно происходит. Или вот человек просто сидит на бровке, тоже курит, и тут же этот окурок об бордюрчик потушил, и брусчаточку туда куда-нибудь в щель он упадет, его затопчут и все. Не знаю почему, но я этого не ожидал. Я не ожидал, я думал, что не будут там так мусорить. Я думал, это только наша болезнь, чтобы просто вот так окурки посреди улицы разбрасывать. Полгода назад я был в Барселоне, и большая центральная торговая улица, женщина просто шла, курила, подошла к магазину, который ей нужен, бросила также окурок, ножка его затоптала и зашла в магазин. Никто не искал урну. Полный п***ец, товарищи. Самый чистый город был Прага, самый грязный был Рим, и окурки это самый распространенный мусор. Они просто повсюду, везде, в Лиссабоне, все щели прямо, там очень много брусчатки, они все щели забиты этими окурками. И вот у меня сложилось такое впечатление, что в Европе чище не потому, что там не мусорят, а потому, что там убирают чуть-чуть лучше, чем у нас. И то, кстати, не всегда, если, например, смотреть на Рим, ну, там как бы грязненько. Ну да, вы можете сказать, что это все туристы, ведь в Европе много туристов, но, друзья, в Европе много европейских туристов, которые по Европе путешествуют, и они делают то же самое, и местные делают то же самое. Это, это факт. Добавьте немножко позитива. В этом видео я буду говорить в большинстве случаев о минусах, которые я заметил, но все мы знаем, что пессимист будет во всем видеть минусы, оптимист во всем будет видеть плюсы. Здесь в этом видео будут тоже плюсы, но в большинстве именно то, что меня, знаете, задело, от чего меня чуть-чуть бомбануло. Так что, ребят, в Европу стоит возвращаться, там очень классно, интересно, но сегодня мы говорим немножечко о другом. Следующее это обслуживание. Я был в разных местах, разной ценовой категории, ценовой политики, но, по сути, все было примерно одинаково. В Европе вас не будет никто обхаживать. Вы спокойно можете так вот 10 минут подождать, 15 минут подождать официанта, или подождать счет, который вы у него попросили. Это постоянно. Пи***ц, как он есть. Никто у вас не заберет грязные салфетки со стола, или не поставит вам чистые тарелки, если вы заказали еще какое-то общее блюдо, а с этих тарелок вы уже кушали, они грязные. И вообще с салфетками какая-то проблема, максимум там 2 штуки. Не знаю, может быть, это связано с экологией какой-нибудь, там они дерево берегут и все дела, но салфеток нет. Вы можете заказать коктейльчик, прождать его, его вам не принесут, а потом вы посмотрите ваш счет, и он там будет. Или, например, вы придете в какой-нибудь рестик, вам там принесут какие-нибудь закусочки, или там хлебушек поставят. Вы его не заказывали, да, вы думаете, что это, ну, типа, как бы, да, комплиментик какой-то, а потом вы смотрите счет, и хлеб, и все, там все это есть. Почему нет? Почему нет? И такие приколюшки постоянно везде происходили, может быть, мелочь как бы, но вас не будет никто обхаживать. Например, для официанта матч чемпионата мира по футболу может быть важнее, чем вы, и он сначала там посмотрит, он будет сочный момент, или подождет этот момент, а потом уже обратит на вас внимание. Я работаю на отвлечесе, как и все здесь. Но самый трешнячок был в кафе Le De Fleur Париж, это такое чистое туристическое место, понятно, что там не было бы суперобслуживания, но такого я не видел нигде. Le De Fleur популярное кафе, там еще когда-то Хамингуэй кушал, там яйца были даже в войну, ну, там много приколов, можете почитать в интернете. Мы, конечно, прочитали в отзывах, что обслуживание будет плохое, но когда мы пришли, официант нам просто взял кроссаны с соседнего стола и поставил нам на стол. Взял яйцо с того же соседнего стола, где там только что кто-то сидел и также нам его поставил. А в конце, когда мы попросили счет, он спросил, сколько кроссанов мы, в общем-то, съели, хотя мы делали заказ. И написал это все на какой-то мятой непонятной бумажке. Всякого говна я в своей жизни повидал, но га же вот этой херни не было ничего. Это, это, это просто был трэш, причем там постоянный поток людей, там постоянная очередь, но там плюют на своих клиентов вообще. При том, что это было очень плохо, это еще было очень дорого. Я не говорю, что у нас в Украине везде безупречное обслуживание, но примерно в таком же уровне заведений все хорошо, ты чувствуешь себя гостем, о тебе заботятся, и обслуживание хорошее, просто тебе приятно. Здесь я не знаю, как расценивать, плюс-минус, смотрите, как хотите, но хочу сказать, что в Европе пьют везде, просто повсюду, на всех лужайках, лавочках, парках, везде, например, во Франции, там в Португалии это вино, в Праге это пиво, совершенно не важно, алкоголь, везде и пьют все. Пьют очень много, и я тоже пил в Европе очень много. Но за все время я не увидел ни одного вдрысь набуханного алкаша, который бы буровил или валялся просто ужратый в хлам, или какую-нибудь пьяную драку, или какие-нибудь рамсы, или еще что-то такое. Не было никакого пьяного дебоша. Зато в Париже я видел бомжа, который штопором открывал маленькую бутылочку вина, именно таким серьезным штопором. Я не знаю, может быть, мне повезло, что я не увидел каких-то жутких забулдых, но сложилось ощущение, что есть какая-то культура употребления спиртных напитков. Например, у нас, если ты куда-нибудь пойдешь, то с вероятностью процентов 75 ты увидишь какого-нибудь алкаша... Бать, я нормально? А? Нормально, говорю, все? А-а-а-а! Бухова, который будет идти просто, шатаясь по улице, его будут конкретно штормить, ну или какие-нибудь рамсы, ну, в общем, всякий пьяный дебош. Хотя вот парадокс в том, что я у нас в стране вижу, что пьют на улицах меньше, да, то есть в парках, везде, никто не расстилает постилки, не устраивает банкет с вином, но пьяных больше. Объяснить этот факт действительно невозможно. Вот сейчас в процессе того, как я снимаю это видео, я вспомнил, как IT-педия снимал видео про Русню, да, про то, какие классные есть проекты по аренде там самокатов, велосипедов, чего угодно в Италии, как-то классно работает, а у нас бы все украли, разворовали. Ни хрена, ни хрена, ребят. Вот в Риме то же самое. Стоят эти велосипеды, стоят парковки, можно подойти, взять его легко, через приложение, дешево кататься, все дела. Но огромное количество велосипедов раздолбаны в хлам. И видно, что не случайно, у кого-то оторвано колесо или согнуто очень жутко. Кучу велосипедов просто покидали в реку, и они там гниют. Куча велосипедов просто грязнющие стоят. Да что это с вами, люди? Да, конечно, можно сказать, что там это все сделали туристы, да. Ну, конечно, вот только туристы приезжают и велосипеды в речку кидают, ломают, колеса им вырывают и так далее. То есть здесь еще был вопрос. В Париже, в Барселоне, в Праге вы спокойно увидите человека, который просто сидя на лавочке заворачивает косячок и будет его сейчас как бы курить, да. Все норм. Я не углублялся в законы, я не углублялся в законы, но у нас такого как бы нет, да. Люди прям по улице не идут, не курят косяки. Но опять же, в той же Барселоне на главной улице или в Париже возле Эльфелевой башни вам спокойно предложат кокаин и прочие другие такие веселые вещества. Не то, чтобы меня это шокировало, но как бы, когда я просто иду по главной улице, вот стоят какие-то полицейские, да, и через 5 метров чувак какой-то мне в Барселоне предлагает, а мне вот кока? Кокаином, кокаином, кока, кока, кокаином. Ну, это странно, и на Хрещатике, на Дерибасовской, на других улицах мне никогда в нашей стране никто не предлагал купить кокаин. В Праге они, конечно, себя не навязывают, но видно, что определенные личности стоят в определенных местах, а в основном темнокожие и просто мнутся на месте. Понятно, что они могут тебе продать что угодно. Дороги в Европе в основном охуенные, да, то есть практически везде это зеркальный асфальт, это очень приятно ездить, и даже вот мы брали смарт, мы ездили по побережью Португалии немножечко, и заезжали на грунтовую дорогу, такая, знаете, грунтовочка, и она была классной, просто было комфортно по ней ехать. Ну, и как бы культура вождения у них такая странноватая, очень часто кто-нибудь подрежет, пикает кому-нибудь, там поворотник не укажет, и вообще, кстати, мне кажется, от нарушений их останавливает только жесткий-жесткий контроль, то есть вот я еду, и там прям камера, да, она пикает, написано, что сейчас здесь камера, участок с камерой, все едут ровно, просто ровно фиксируют скорость, только камеры заканчиваются, фу, никто этих правил также не соблюдает, то есть мне кажется, что крупными штрафами сдерживают вот эти все нарушения, да, то есть если тебя штрафуют, если за тобой следят, ты соблюдаешь. В основном в этом путешествии я был как пешеход, и мне как пешеходу уступали на пешеходном переходе, естественно, только в Праге, в остальных местах мне приходилось выискивать момент, чтобы быстренько перебежать, чтобы какой-нибудь мопед меня не задавил. Ну и кстати, в основном в Европе везде маленькие улочки, везде очень честные парковочные места, и все машины, все крылья, все бока у них стерты, побиты, сцарапаны, если вы будете ехать на своей машине, учтите это, ставьте ли подземную какую-нибудь закрытую парковку, или очень как-то аккуратно, потому что, ну вот, все бока у машин, все крылья, они все подертые, побитые. Еще кратко расскажу ситуацию про отмену рейса в Европе, да, вот, как вы, как вы считаете, если вам отменили рейс в Европе, ну, что будет? Что должны сделать? Заменить вам билет, может быть? Или посередят вас в гостиницу, дадут трансфер, еще что-нибудь? Нихрена! Вот мы летели из Парижа в Лиссамон, в этот раз летели лоукостером, Ryanair, я понимаю, я ничего не ожидаю, но не настолько. Мы приехали в аэропорт, который лоукостерный, и хер знает, где от Парижа, изменяют наш рейс. Ну, мы отстояли, конечно, огромную очередь, нам сказали, ну, ладно, вы улетите сегодня, но не в Лиссабон, а вот в другой город, тут на поезде можно бы добраться, два часа, как бы, сейчас мы вас посадим, вы прямо сейчас улетите. Мы такие, да, окей, идем на регистрацию, на регистрации нам уже говорят, что, типа, вы там 20-й в очереди, короче, обманули, что вы 100% улетите, просто записали список стендбай, то есть, если есть свободные места, если кто-то не придет, вас туда посадят, на этот самолет. Естественно, там было человек 50 и посадили там троих, да, то есть, все. И нам не предложили ни ху, ни трансфера, ни отеля, ни каких-то вариантов решения и чисто лук-остренных аэропортов, да, где только этот Ryanair, говорили, а у нас нет менеджера здесь Ryanair. Ой, как удобно. Короче, просто вот в Европе тебя могут так взять и послать. И если у тебя нет денег на этот момент, да, куда-нибудь поехать или что-то купить себе, покушать, никто о тебе заботится, не будет делать, что хочешь, тебе даже трансфер не дадут никуда. Это меня, честно, ребят, поразило, воды даже не предложили, мы там около пяти часов простояли и всем было похрен, просто о том, что за один час до вылета обменили рейс. Ну, а в Лиссабоне у нас арендовано жилье, арендована машина и это как бы дни сгорают, деньги сгорают, которые были заплачены за аренду. Да ладно, все хукуй ты, че. Кстати, так же, как и к машинам, они относятся ко внешнему своему виду. В основном, в Европе все одеваются на пись. Просто вот, ну, стрёмно, просто, че было, то одели и пошли, только, может быть, в Риме, в Италии были как-то красиво одеты девушки, ну, просто одеты как-то, а в остальных случаях, ну, то есть, че напялили, то напялили и пошли. То есть, вообще, по этому поводу они не парятся. Но наших девушек, конечно, видно сдалека, вот такой. Не знаю, почему-то, почему-то, но не веселое. Опять же, хочу сказать, что очень красивые города, допустим, Париж, просто сам по себе город красивый, но очень мало зелени, узкие улочки, мало деревьев, да, есть парки, но их тоже мало, они все забиты, и вот просто мало кустов, зелени, вот всего такого, просто, да, красивые, узкие улочки, брусчаточка, все дела, но зелень действительно малой. Не знаю, как вот там, такими большими собаками, особенно в Риме, все с собаками, кстати, даже в крупнейший, огромный торговый центр приходят с огромными собаками, овчарками, там вот фоточка, ну, я не знаю, где они в Риме, там гуляют эти собаки, просто по улицам, на поводках, или идти далеко куда-то в парк. Ну, и напоследок, я хочу вам сказать, пару слов про еду, во-первых, очень много в супермаркетах, таких готовых, классных, вкусных салатов, знаете, чисто полностью запакованных, смешанных, там типа Цезарь, или еще что-нибудь, это очень удобно, это рассчитано на то, чтобы сразу взять, поесть, и пойти там, и макароны, и паста, сыр тертый, ничего не нужно делать, взять и пойти, покушать быстренько, и продолжить свои дела, это, кстати, очень удобно было, и достаточно вкусно, но наша еда, друзья, котлетки с пюрешечком, макарошки с мясом, борщ, какие-нибудь пампушки, пирожки, борщи, это, это вне конкуренции, для меня, нет, я буду здесь кушать, очень вкусно, хотя в Европе было иногда очень вкусно, в некоторых заведениях, ну, здесь, ребят, как уже повезет, ну, что, в принципе, все, было не только, кстати, плохое, мы нашли много хорошего, даже сегодня, хотя я, хорошая, прямо не старался искать, это было мое чисто субъективное мнение, мой трехнедельный трип, это я был в Париже, Лиссабон, Португалия, Рим и Прага, полгода назад я был в Барселоне, и еще года два назад был в Черногории, но Черногория, это совсем другой разговор, если, конечно, хотите, могу сделать для вас отдельное видео, ну, что, спасибо, что посмотрели, если нравится такой формат, поддержите меня лайком, ну, а сейчас я вам рекомендую посмотреть вот эти два видео, я уверен, что они вам понравятся, потому что они очень интересные, всем пока!